Рядом с мамой, рядом. Ребят, пойдемте папу встречать. Пошли. Ребята. Лёва. Лёвушка, пойдем. Лёвушка, иди сюда. Тут кнулся-то. Иди ко мне быстро. Молодец, мой мальчик. Так, Лось, туда нельзя. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там папа. Собака там еще какая-то. Лёв, папа там. Лось, папа. Он впереди идет. там собака черная какая-то выскочила я не знаю я боюсь туда идти назад что мне их на руки взять или как всем привет сегодня хочу сделать зеленое удобрение для растишек поэтому идем собачками на прогулку за травой у нас как-то травы не очень много на вся короткая и очень тяжело собирать одно ведро вчера насобирала а вот сейчас пойдем за калитку будем собирать высокую травку побольше у нас было нужно набить нам два ведра ребята вы со мной на добычу за травой дожили за травой здесь прям около дома сейчас ноги здесь вот и пособираем лойс быстро ко мне лойс быстро сюда лосик быстро сюда иди кому говорю ах какой непослушный пёс лосик вот уже сколько забрала травы тут уже крапивка подросла самая вкусняшка так пойду-ка я лойсика выручай где он там у нас травкой травкой а уже здесь а я тебя зову ну ладно сейчас еще будем собирать вот тут вот такие заросли вот сейчас мы сюда и внедримся всем советую делать такие вкусняшки для своих растений набрали целый пакет думаю что достаточно главное что на крапиву напали на самый лучший для зеленых водоприн тяжелый пакет ну теперь идем домой все это загружать ведра пойдемте ребятки лосик что же этот лосик какой-то непослушный стал ну-ка иди сюда что такое пошли я понимаю тебе все тут очень любопытно если ты упадешь в эту глубокую канаву как я сама в нее в детстве падала пойдемте домой быстренько пошли домой идемте делать с вами зеленое вкусное удобрение пошли там с destroцом worlds идем сюда пошли домой 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 ну ка ищите свой дом ищите свой дом пошли домой левушка пойдем давай нет 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 лось туда не надо это не на что тут бегала собачка да я понимаю пахнет собачкой я говорю что надо нам домой идти пошли пошли быстренько ветер какой да правильно это наш дом правильно мы пришли домой мы пришли домой уже дома пришли в мою дробницу вот здесь вот я вчера сделала вот такое ведро налила воды залила водой наверное можно еще добавить она села вот так вот утрамбовываться будет и закисать потом все это все еще сверху закрою пленкой чтобы она там все бродила вот это вкусняшка вот эти две ветра сейчас буду заполнять эти вот наши то что нашли мы за нашим участком для лучшей ферментации в растении выделили больше сока своего мы должны немножечко это все порубить прежде чем залить водой ой сколько шума вот так трава порублена мелкая теперь стала как же травкой вкусно пахнет вот так вот села сейчас буду заливать ее водой все пропитывается Здесь залила уже. Сейчас она на кухне так пропитается. Сейчас принесу еще воды. Дополню до самого верха. Вот. Все заполнила водой до краев. Теперь вот будут закисать. Только их надо еще накрыть. Для того, чтобы они лучше там бродили, в тепле. А для этого нужно закрыть их, я думаю, полиэтиленовой пленкой. Потому что крышек у меня столько нет. Пленку сейчас найдем и закроем. Все три ведра завязала пленкой на веревочку. Теперь будут стоять дней 6-7. Сегодня 9 мая. Всех с праздником Победы. Ура, ура. Вечная слава героям. Мы всех помним. Ну, продолжаем работать. И дней через 6-7. Ну, какие там будут ближайшие выходные. И еду, посмотрю. Думаю, что оно уже будет готово к тому, чтобы подкармливать растения на огороде. Прошло больше, чем 7 дней. Поскольку мы в прошлые выходные не приезжали на дачу из-за дождя. Ну, вот теперь подошла к своим ледрам с зеленым одобрением. Вот открываю вместе с вами. Вот что здесь такое. Запах стоит, я скажу, не противный. Он сладковатый. Вот именно такой запах навоза. Ну, если кто не любит, то, конечно, теперь посмотрим, что здесь и как здесь. Вот оно действительно получилось. Зеленое удобрение. Я его делаю в первый раз. И, да, конечно, когда помешало, запах, бэр-бэр, ухудшился. Надо почитать, если я не ошибаюсь, туда валерьянку. Но, в принципе, это не обязательно. Не такой он противный, вот честно вам скажу. Ну, вот так вот. Видите, вот эта масса зеленая. Перебродила. Это у меня был пакет разрезанный вместо крышек. Вот эта масса. О, какая она. Видите? Вот она. Перебродившая пенка. Какая запах. То есть, практически, это тот же навоз. Все ценное растение отдали. Все это само растение я потом вот эту вот гущу выброшу на компостную кучу. Или положу даже в бочки свои. У меня бочки практически наполнились. Можно будет там сажать. И я думаю, что это будет тоже хорошая подкормка. С этим лучше все перегниет. У бочки земля будет отличная. То есть, смотрите. Вот. Все делаю первый раз. Так что, никого ничего не обманываю. Показываю, как это все происходит. Действительно, запах есть. Подтверждаю. Эта бочка была на день раньше сделана. Смотрите, какая пенка. И теперь, значит, литр вот этого удобрения, массы жидкости без травы на 10 литров воды подкармливаем. Но у меня вот по ободок, по этот вот, будет 800 грамм. Поскольку у меня 8-литровая лейка, я буду так этим пользоваться. Ну, раз это было первое ведрышко. Сейчас мы попробуем вот так вот налить. Конечно, не знаю, как ее вот светить. Да, никак, наверное, его и не процедишь. Только таким образом. Потому что разводить всю эту бодягу тут с процеживанием. Это фукмары летают. Так, ничего, можно вот так. Оно потом излейки-то все равно не выльется. Так, еще 1-200 надо нацедить. Ну вот. Вот эта жижа такая. Теперь я это сейчас все вылью сюда в лейку. Вот так. Даже если там попала какая-либо трава, то она просто из... Отсюда не выйдет. Потом я ее... Промою, сниму душ и все. И лейка будет чистая. Вот, помешали это удобрение. Сейчас я буду поливать свои растения. Вот у меня огурчики в бочке. Я сейчас подкормлю этим вот... Ой, оно даже какое-то желтенькое. И немножко вода желтенькое. Надеюсь. Посмотрим, как они будут расти. Курпа у меня здесь с пшенкой лежит. Это от муравьев я насыпала. Так. И еще хочу подкормить свои вот эти многолетники, которые я посадила. Ну, в принципе, могу цветочки подкормить. Мне не жалко. Удобрения много. В общем, вот. Можно подкормить даже. Подкармливают это все по влажной земле, я забыла сказать. Поскольку я вчера поливала огурцы, и они еще были тут все-все влажные, то я пролила их сразу. Вот. Так что делайте такие подкормки своим растишкам. Они вас отблагодарят хорошими урожаями. Всем пока-пока. Всем добра, мира, хорошей погоды. И много-много-много радости и счастья.